всех вынесет я не знаю что будет про меня думать когда увидят все мои стертые коленки я не т.п. вот у родина сейчас истерика а дальше будет жара родина будет лечить теперь такие жопы просто нереальные смотрите я уже потек слабое звено это домашний качок всем привет вы на канале бодимания и мы продолжаем фитнес реалити теперь ты в теме у меня банка 45 сантиметров привет я сейчас буду фитнес бикини поднять баба 157 килограмм ты будешь похотью гореть спортсмены как наверно наркоман меня дико распирает лети в небеса получить еще веселье на прошлой неделе участники проекта провели первые тренировки думай о ягодице ни о чем больше и уже минус 5 у нас даже огромный качок подтягивается сколько ты потянулся лег уже 40 за четыре подхода парень весит 120 килограмм немного сейчас его подожмем и будет такой красавчик просто нереально премиальной сети фитнес-клубов x fit для каждой категории нашлось все необходимое оборудование я думаю концу проекта ты превратишься из манси зико настоящего бодибилдера но не для всех первые занятия прошли гладко куратор команды виктори андрей попов остался недоволен поведением одного из своих подопечных и парень чуть не вылетел из шоу скажи ты на проект зачем пришел чего ты ждешь и про что ты хочешь от нас виктори nutrition линейка премиальных продуктов для профессиональных спортсменов и физически активных людей тренировка команды витаем запомнилась появлением одного из организаторов шоу кирилла сарычева привет привет как зовут рост с рост 207 кирилл пообщался с ребятами расспросил о целях и раздал пищу олимпийских качков вот это замечательное спортивное питание которое поможет вам каждому достичь своей цели витаем спортивное питание разработанная с учетом потребности организма до во время и после тренировок также проект поддерживает крупнейшая сеть магазинов спортивного питания king star конкуренция в пятом сезоне очень высокая неудивительно что уже на первой тренировке начались столкновения и не только участников веселый и безбашенный сергей родин неожиданно сделал очень резкое заявление может тебе прийти к нам трансформацию и мы тебя подкачаем наставник команды геон алексей столяров мгновенно отреагировал на обидные слова коллеги очень жаль что серёга мне не так интересен как я ему что же придется с ним биться и самое интересное что он очень ко мне приявляет претензии то что у меня нет титулов по бодибилдингу но надеюсь что ему очень поможет это финале этого шоу потому что финале когда мы выиграем его мы постараемся наша команда выиграть его то мне очень интересно посмотреть на его лицо я прям вот подойду к нему сделаю селфи вот потому что я уверен своей команде конфликт двух команд успокоить уже было практически невозможно но я думаю что это происходит просто потому что оба эти мужчины они оба любят быть заметными не хотят они знают как работать на камеру и а камера одна ну как бы план то собственно говоря один вот поэтому борьба за камеру наверное будет в этом ничего такого нет будет интересно это будет еще более интересным чем могло бы быть поэтому организаторами шоу было принято решение провести челлендж между командами спорт эксперт эволар и геон а главное между их наставниками не успел на баллёхину форму оценить лёх ты не спеши переодевайся мы начали боевой раскрас и мы готовы рвать поехали ранним пасмурным утром все участники события собрались на легкоатлетическом стадионе чтобы выяснить кто круче изначально мы что делаем разминаемся активно разминаемся не ленимся потому что сегодня прохладно идет дождь обязательно разогреваем заднюю поверхность бедра чтоб не было никаких надрывов далее мы бежим эстафету после эстафеты мы будем проверять какая из вас команда более подготовлена так что погнали соревноваться предстояло не только куратором но также их подопечным никто не хотел подвести свою команду и проиграть что бикини фитнеса боди фитнес это был это было бы спорт но девочки которые пришли на проект многие хотят чтобы это было порнография своеобразная сегодня одна из нашей команды это проявила мне бы хотелось все-таки бойцов в команде дай даже девочек они артисток определенного жанра дайте дураков воспринимают и тут у их людей как намного проще и всем сразу так она дура что там с нее возьмешь как бы а тут у меня все в голове простроено я могу с виду казаться такой выяснения отношений начались уже на разминке ни сергей родин не алексей столяров не собирались уступать когда люди истерички и они боятся всего то у них начинается истерика вот у родина сейчас истерика мы очень уважительно в его команде относимся а он вот истерит знаешь он прям боится страх его преодолевает над ним он прям не знает что делать такая апатия нет у него уже подписчики дорогие мои никогда не пропускайте разминку геон эффективные и безопасные продукты разработанные на основе анализов воздействия спортивного питания на организм спорт эксперта валар это качество международные стандарты и приемлемая цена но если есть соревнования значит есть судья в нашем челлендже им стал тренер по легкой атлетике кирилл лелика первое испытание эстафета именно в ней станет понятно какая команда не только самая быстрая но и самая сплоченная сегодня пространство типчик который просто хромал как-то я сам не знаю но скажу так что одно высокий был я бежал у меня два шага как его блять один а у меня просто взрючил вначале а потом просто попортила вот такой нужно было добежать потом в команду как подводить чё я встану и все за мной пойдут надорвал бицепс бедра к сожалению уже в какой-то шестой или в седьмой раз вот ничего мы залечим что такое происходит еле-еле понимаешь ножки-то коротенькие потеряли шейкер блин всех вынесем бодро бегут а обратно я не знаю что происходит ноги в разные стороны руки люди наше время не умеют бегать я верю в своих я думаю сейчас девчонки точно вырвут победу молодец махомяк отлично не оглядывайся борьба была ожесточенной участники в прямом смысле шли ноздря в ноздрю я не ожидал что оказывается так могу быстро бегать сегодня я получил достаточно хороший комплимент от своего тренера людмила никитиной а и в тот момент когда казалось у команды эвалар появится шанс выиграть челлендж лицо сергея родина скривилась от боли и наставник был вынужден покинуть беговую площадку вопрос потянут при великому сожалению серёжа родина бывает с игры на сегодня игры очень ужесточенные серьезные правила и серёжа решил порвать за команду но видимо порвал себе приводящие поэтому все ребята благодарны за его порыв но сейчас мы будем бороться без него мне честно говоря хотелось даже может немного поиздеваться потом стало жалко все-таки на травмы спортсмена не ну не ну я не привык как-то шутить или морить потому что я представляю всегда себя на своем месте я тоже очень часто травмировал заднюю поверхность бедра поэтому мне серёгу реально жалко а еще после этого я еще узнал сколько серёге лет короче и вообще стало грустно что-то серёга в общем выздоравливай быстрее потому что ты большой молодец обидно конечно так растянул хотел сделать ноги но не получилось сегодня рванул за всех сил но ножка моя не выдержала сергей вышел из состава команды на забег но никак не из игры стоя на бровке он как заправский тренер подбатривал своих ребят так как я профессиональный массажист и я ему естественно бросилась в бой сразу помогать у меня с собой были разные мази для колена я убежала там все там ему там размяла булочку все помазала ну видите как видите он прыгает он счастлив доволен желтый конечно хороший веселые ребята все такое но что-то на трассе они ни хера себе не показали делайте выводы ребята командный спринт тяжелее всего дался парням и девушкам из категории трансформация комички как прозвали их коллеги по цеху легкие и сухие парни и девушки лишь удивлялись такой одышке но худощавых участников ждало другое испытание без трав не обошлось антон по потянул ногу серёжа наш тренер вообще сорвался на эстафете тоже потянул ногу все против нас но мы боремся стараемся конкурсы вообще непонятные для качков ненужные мы тут бегаем и так нас не кормят мы на диете голова не соображает так что заставляют бегать все против level kitchen это первоклассное здоровое питание содержанием белков оптимальным уровнем жиров и медленными углеводами такой рацион позволяет избавиться от лишних килограммов без потери мышечной массы сейчас будет самое сложное испытание ребята ребята будут есть на время правда распробовать порцию конкурсантам так и не удалось если бы я знал что это будет такой конкурс я вот обязательно для них провел мастер-класс я спец просто поэтому я с утра не покушал поэтому мне в кайф все залетело сглатывая слюнки и с жадностью поглядывая на еду своей участи ожидали бодибилдеры они еще не знали что для них приготовили более пикантное соревнование мы просто общаемся поддерживаем давайте кто со мной общаюсь с ним здесь я вижу что я ему нравлюсь и мне он в принципе тоже как бы нравится как человек но я пока не хочу ничего никого не рассматривать ничего что-то лишнее сейчас здесь но мы не встречаемся мы дружим пока пока надеюсь я не спеши разверина лёша не спешит лёша не спешит разверина одно дело поднимать зафиксированную штангу и другое живую девушку у парней не мели руки и захватывало дыхание но они делали бодрое выражение лица и продолжали соревнования впрочем самим девушкам такой конкурс пришелся по вкусу следующие испытания наоборот не понравилось никому большинство участников не прыгали в длину со школьных лет А тут нужно было не просто перемещаться прыжками на скорость, а еще и передавать эстафету. У меня был рекорд школы в прыжках в высоту, метр шестьдесят, но сейчас, конечно, я стал килограмм на сорок тяжелее. Я не знаю, что будет про меня думать, когда увидят все мои стертые коленки. На самом деле, я просто плавно входила, прям на лету, под вот эти препятствия. Мальчики будут прыгать с места, девочкам разрешается сходу. Стоит минимальная высота барьеров. Как только мальчики и девочки перепрыгнули, поднимаем на раз. И так до победного. Я прям своим самым великолепным прыжком, самым высоким поднял нашу команду. И мы вытащили. Просто в пух и прах. Ромка, конечно, добил эту победу до конца, прям так, прям подчеркнул ее своими прыжками. Он крутой, молодец вообще парень. Я даже не ожидала, что он так высоко прыгает, потому что знаю, что у нас Алексей профессионал в этом. Но он довольно большой для прыжков. Убедили мы, поэтому Сергею Родину мы ответили делом, что он нам словами, мы ему делаем. В общем-то, как всегда и происходит. Родина только умеет говорить, а мы ему отвечаем делом. Ну, на самом деле, конфликта у нас с Алексеем Стрелировым нет. Просто нужно показать, что команда «Спортэксперт» одна из лучших на проекте. Поэтому надо с кем-то соревноваться. И вы выбрали команду «Геон» Алексея Столярова. Ну что, Столяров всем показал нормальным тренером, как оказалось. Призер соревнований? Черт возьми. Командный челлендж подошел к концу, но не закончилось основное соревнование. Только финал покажет, кто из наставников круче. И кто смог довести своих участников до пьедестала победы. Впереди тяжелые испытания и изнурительные тренировки. Кроме того, еще две команды претендуют на лидерство. Впрочем, смотрите сами. Совсем скоро на канале «Бодимания». Просто Сергей Родина – синдром вахтера. Вы знаете таких людей, которые сидят, знаете, там и не пускают людей. Они считают себя самыми главными. Вот то же самое здесь произошло. Очень много разговоров, очень много, но людей он не смог подготовить, настроить на победу. Родин сегодня нас подвел вообще. Качки, вот все-таки, правду говорят, качки-то бегать не умеют. Я себя немножко чувствую виноватой, что я бы могла больше пробежать, если бы у меня было меньше веса. Поэтому надо было мне меньше пирожки из капусты есть. Но в целом класс. Так что прошли сегодня соревнования весело, задорно. Нарались, накричались, поддерживали своих ребят как могли. Команда «Геон» тоже не упала в грязь. Короче, прошли достойные соревнования. Но «Геон» немножко обошел нас на последнем этапе. Появляется стесняющийся пресс. Ну, раньше он там под жиром стеснялся, а сейчас он такой, типа, опа, привет. Веса – это вообще сказка. У меня ушло 11 килограмм за две недели. Я вешаю очень мало по сравнению с тем, как я пришел. Я просто очень доволен. Мне бы хотелось, конечно, Аделю сказать. Адель, вот в нашем чате ты сильный, а здесь ты себя вообще не проявил. Ты с кем конкурируешь-то, малек, малыш? Опустись, подруга, занимайся больше спортом. Я смотрел, как ты там двигалась на позировании. Слушай, больше работы, меньше болтай, реально. Входные обещали устраивать соревнования, которые будут проходить в Конаково. Их устраивает и Шанькин Дмитрий. Будет первый опыт соревновательный. Я думаю, будет очень интересно посмотреть, насколько девочки спрогрессировали, насколько кто поменялся. И, конечно же, интрига кого-то выгонит, какого-то человека. Но я уверена, это буду не я. Я сейчас читаю Веллера «Приключения майора Звягинцева». Очень интересная книжка. Учит побеждать и справляться со всеми жизненными ситуациями. И еще у меня такая будет просьба. Вот когда я выиграю проект, пожалуйста, вставьте этот момент, чтобы люди знали, что я не ТП. Низкие углеводы убивают всю мою любовь к рельефу, к мужикам. Что-то все прям. Ребята, у нас в проекте здесь такие жопы, просто нереальные. Смотрите, я уже потек. Парень говорит много лишнего. У нас в команде есть слабое звено. Это домашний качок. Он у нас всем сует палки в колеса. И я думаю, что у него есть шансы на то, чтобы вылететь, потому что это, пожалуй, единственный игрок в нашей команде, который не играет по нашим правилам. Всех приглашаю к себе на тренировки. Подготовлю абсолютно любого человека к лету. Просушу вдоль и поперек. Своими многофункциональными, очень крутыми упражнениями. Субтитры создавал DimaTorzok